Сегодня на заседании городского совета окончательно принят бюджет Омска на 2018 и плановый период 19-20 годов. Этому предшествовали бурные обсуждения депутатов и публичные слушания. В главный финансовый документ города неоднократно вносились поправки. Фракция КПРФ голосовала против дефицитного бюджета. Все подробности в нашем материале. Дефицит городской казны в 2018 году составляет около 800 миллионов рублей. Оптимистичные планы мэрии к 2020 году выйти на бездефицитный бюджет не сбываются. Очередной провал. Напомним, на одном из заседаний горсовета фракция КПРФ сделала заявление. Коммунисты предложили организовать публичные слушания по вопросу обращения к федеральному правительству. Для того, чтобы в бюджете города оставалось больше налоговых поступлений. Это предложение правящая партия проигнорировала. Данный бюджет, который сегодня принят, он не отвечает тем вызовам, которые стоят перед городской экономикой. Он не обеспечивает грамотной социальной политики. Он не решает всего того комплекса задач, которые сегодня необходимо решать. Их решение уже давно назрело. Фракция КПРФ считает, что городу Омску нужен качественный иной бюджет. Это бюджет, который не должен быть на уровне 14 миллиардов рублей. Это бюджет деградации, бюджет вымирания. Как выглядит при ближайшем рассмотрении нищий бюджет Омска? Так, к примеру, 100 миллионов рублей потратят на ремонт и строительство тротуаров, пешеходных дорожек, внутри и межквартальных проездов. Транспортным предприятиям выделяют 450 миллионов рублей. 100 миллионов пойдет на нужды образовательных учреждений, в том числе на ремонт кровель. По словам учителя английского языка, лицея номер 145, депутата от КПРФ Натальи Поршневой, этой суммы недостаточно для решения накопившихся проблем. Те минимальные вливания, которые предлагаются, они не имеют возможности решить все существующие проблемы. Проблемы, в частности, если мы говорим об образовании, ремонта школ, ремонта кровли, в том числе, ремонта и замены оконных рам, проемов, дверных проемов. Вот это, пожалуй, самые элементарные вещи, которые сейчас являются основной проблемой финансирования. Парламентарии из фракции КПРФ всех уровней законодательной власти голосовали и голосуют против принятия недееспособных бюджетов, будь то федеральный, областной или городской. При этом коммунисты всегда вносят свои предложения, как пополнить казну, но их слышать не желают. Бюджет города Омска формируется в рамках консолидированного бюджета области и в целом Российской Федерации. Та социально-экономическая политика, которая проводится на территории Российской Федерации уже на протяжении многих лет, она, безусловно, является главным источником вот такого бюджета.